Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана и Ксюша! В чьем костюме? В твоем. Чем ты его уже накрасила? Помадой. Начинаем новый влог. Начинать будем с распаковки посылки от Organic Zone. Вы уже все знаете, что я очень люблю Organic Zone. Здесь самый лучший кислотный пилинг, который я когда-либо пробовала. Вообще у них уходовая косметика на высшем уровне. Мне очень нравится соотношение цены и качества. Organic Zone, девчонки, есть на Wildberries, есть на Zone. Скрабы необыкновенные, маски для лица тоже вообще очень нравятся. И еще открыла для себя необыкновенную детскую линеечку. Здесь хорошо, что она пополняется. Появляются новые продукты. Мы уже брали крем. Оттуда стоит у нас на полочке зимой. Мы пользовались классный, очень классный малышковый крем. Так, давайте открывать. Переключила камеру, чтобы вам зеркалило. Так, что у нас здесь интересного. Так, еще сегодня поедем. Я вам не говорила, кстати, мы купили коляску. Коляску на Алиэкспресс. Мне нравится, очень нравится. Хотя отзывы на нее были противоречивые. Но мне важна была легкость, удобство, мобильность. Я сделаю на нее отдельный обзор на эту коляску. Подробный. Точнее, уже сделала. И в ближайшее время выложу. Сейчас поедем. Заказали горку для купания. Мне очень, кстати, понравился... Погремушки. А? И погремушки. И погремушки, да. Мне очень, кстати, понравился сайт акушерства. Но не все. Но знаете, как сейчас делают, если мне что-то нужно? Допустим, горка для купания. Она есть на Озон. Самая дешевая, 1700. Она есть на Вайлберис. Дороже такая же, 200. Я вам покажу потом. Заберем сегодня со склада. Не со склада, а с Боксбери, пункта выдачи. Вот. А в акушерстве там еще бывают промокоды. Я сейчас вообще всегда везде на всю ищу промокоды, девчонки. Вот, допустим, я делаю заказ в дочках-сыночках или на сайте акушерства, прям в гугле так и ввожу. Допустим, акушерство, промокод. И там актуальны. В общем, она мне вышла вообще полторы тысячи. Это горка. Не стала покупать ванночку, потому что это неудобно. Я помню, с Ксюшей мы вообще ей воспользовались всего, наверное, пару раз. И она у нас потом огромная, эта ванночка занимала место, стояла. Ну, неудобно совсем. Вот. И потом на Озон пришла сумка для коляски. И еще на Вайлдберс, по-моему, сумку для коляски заказала, потому что коляска без сумки была. И заказала еще. Хочу летом катать. Коляска предполагает собой стандартную люльку, да, или автомобильную люльку, которая тоже ставится на шасси. Но автомобильные люльки, конечно же, у нас не лежачие, не ровное положение, поэтому я на Озоне заказала такие вкладыши. Знаете, есть поролоновые. Вот тоже должен прийти вкладыш, посмотрю, попробую. Если как бы все нормально, выровняется поверхность, то мне хочется, конечно, летом больше катать в люльке автомобильной. Когда захотели, сели в машину и поехали, куда захотели, вообще это удобно. Можно сделать. Думаешь, можно? Я надеюсь, получится. Так, Органик Зон, поехали. Вот как все упаковано, хорошо перекладывают, чтобы ничего не повредилось. Я первое заказала пенку, на нее очень много хороших отзывов. Вообще, косметике Органик Зон я доверяю в плане ухода даже вот Ксюше. Вот эта пенка, я думаю, тоже понравится, будем вместе с ней пробовать. С экстрактом ромашки и мать-и-мать, и для нормальной кожи. Она у нас вот такая пенка, вот такой дозатор. Так, здесь 150 миллилитров. Косметика Органик Зон не тестируется на животных. Это у нас пенза, девчонки, отечественная косметика, что вдвойне приятно. Так, намыли с нуля, с натуральными маслами, эффективно очищает кожу от остатков макияжа и других загрязнений. Продукт получен путем омыления смеси кокосового, подсолнечного и пальмового масел калью и щелочью. С последующим добавлением масел виноградной, абрикосовой косточки, органическим, хватит ржать там, органическим экстрактом ромашки, мать-и-мачехи, витамин Е, эфирные масла, апельсина, лимонграсса и лаванда. Ну, короче, ну вообще, просто бомбезно. Будем все вместе тестировать. Держи, по аромату дай хоть посмотреть. Смотрите, флакончик удобный, такой добротный, плотный пластик. Еле уловимая душка, такая консистенция белая, прям вот натуральная, еле уловимая душка цитрусами пахнет. Вот как раз с маслом апельсина больше всего пахнет вкусно. Вот у нас здесь сколько после вскрытия? А после вскрытия 6 месяцев. Слушайте, нормально, держите. Дальше поехали. Вот как раз из малышковой линейки взяла для будущего малыша средство для купания. Вот так она у них называется, Organic Zone Baby. У нас уже есть из этой серии крем, я вам говорила, он мне очень понравился. С головы до пяточек бережно очищает кожу ребенка, сохраняет эпидермальный барьер. Здесь 250 миллилитров. Так, мягко очищает кожу, гидролизованный протеин и пшеницы. Оливковое маслице в составе, то есть волосики можно быть, если будет мыть, если вдруг корочка будет на голове, да. Так, противовоспалительное, увлажняет, смягчает, препятствует потере влаги. Состав. Дионизированная вода, децилгликозид, растительный глицерин, гидролизированный протеин и пшеницы, да, уже на третьем-четвертом месте. Гидролизированное оливковое масло, протеины сои, молочная кислота, сарбаткалия, бензонат натрия, эфирное масло апельсина, здесь тоже эфирное масло мят, эфирное масло флёрдое оранж, эфирное масло ветсивера, где-то я уже слышала название этого растения. Очень густое средство, девчонки, очень, прям густое-густое, и такого цвета насыщенно. Ну, коричнево-оранжево-гелевая текстура, пахнет травами. Тоже чувствую масло апельсина и травами пахнет. Вот такое у нас средство для купания теперь есть. Смотрите, что это, а, масочка-скраб для лица, запакована отдельно. Здорово. Это детокс-серия, тоже классная серия, я уже много оттуда брала у органикзон. Что-то у меня было оттуда, я уже забыла, девчонки, если честно. Она немножко подороже получается, чем обычная в серии уходовая. Но классно ухаживать. Крем у меня был, что же еще-то у меня было из этой детокс-серии. Она так и называется, органикзон детокс-серия. Вот такой вот кремушек, ой, кремушек, крем-скраб для лица с маслом шеи, зародышем пшеницы. Деликатно очищает, улучшает цвет лица. Это я все, девчонки, про борьбу. Кто мне там коробку на заднем фоне розетовал? Может, уберете, пожалуйста, в стороночку. Вот. Значит, нет парабенов, нет минеральных масел. Видите, внизу надпись 0. Это здорово. Три месяца открыты только хранится у нас крем-скраб для лица. Борьба с пигментными пятами. Вот для чего я это брала. Полирующий крем-скраб, масло шеи, масло зародыша пшеницы, гель, алоэ, вера. Состав потрясающий. На втором месте масло шеи уже на третьем. Дионизированная вода на первом, суллюлозом. На четвертом масло зародыша пшеницы. Ну, потрясающе. Все нужно, все на первых местах. Отличненько вообще. Будем с вами тестировать. Вместе приходит зафольгированный вот такой. Ну-ка. Ой. Смотрите, выходит из тюбика, и частичек не видно. Ну да, как зубная паста. Это у нас крем-скраб. То есть он параллельно, держи, у нас будет отшелушивать и питать, я так подозреваю. А, они мелкие. Это знаете, как гаммаж. Они мелкие-мелкие частички. Их вообще не видно практически, но они ощущаются. Их много, они мелкие-мелкие, округлые. Не шероховатые, не сильно шероховатые, да. Я не думаю, что будут травмировать. Прям маленькие такие. Мне кажется, они вот когда массируешь, они прям растворяются. Кокосом пахнет, кокосовым маслом. Натуральная душка, никакой вообще химоза. Так, дальше что у нас там еще-то было? Ой, спасибо. Это последнее, все? Вот еще остальное. А, ну давай. Так, я взяла гидрофильное масло. У меня все масла гидрофильные покончались. Пригодится. Решила попробовать этот Organic Zone. Мне кажется, должно быть достойно. Мы тоже с вами протестируем. Попробуем снять им макияж. Без СЛС, без парабенов тоже, без силиконов. Отлично. Лимон и жасмин. Для зрелой кожи взяла. Там есть несколько видов масел гидрофильных, да, для любого типа кожи. Я взяла вот для зрелой кожи. Мне очень интересно стало. Так, легкое очищающее средство. При контакте с водой превращается в молочко. Масло зародыша пшеницы сохраняет кожу свежей, эластичной даже в зрелом возрасте. Масло органа повышает упругость. Состав вообще. Масло зародыша пшеницы, масло подсолнечника, масло органы, экстракт ромашки, экстракт донника, эфирное масло эвкалипта, жасмина, лимона и сандала, витамин Е. И на последнем месте лаурат сахарозы. Все. И все. Отличный состав. Вообще потрясающий. Пахнет маслами эфирными. Вкусненько. Не бьет в нос такая. Держи. Отдушка классная. Взяла еще попробовать. Стало мне интересно масло абрикосовой косточки. Она довольно бюджетная. Вот такая маленькая упаковочка стоит. Я почитала, что девочкам... Ксюша, я, кстати, не обрабатывала маслом. Интимную зону, да? Вообще девочкам очень рекомендуется делать это маслом абрикосовой косточки. Немножечко капать на ватный диск, да? И протирать. После подмывания, может быть, раз в день. 100% натуральное рафинированное масло, полученное прямым отжимом методом холодного прессования. Производитель Италия. Дистрибьютор, органик. Сон, представляете? Здорово. А сколько оно у нас скрытое хранится? Что-то нет значка почему-то. Годен до, смотрите, а, ну, годен до 22-го, до марта 22-го года. А вот сколько вскрытое, то, что не тестируется на животных, значок есть, сколько вскрытое нету. Тогда не будем пока вскрывать масло абрикосовой косточки, пусть постоит. Так, и последний продукт заказала натуральную цветочную воду лопуха. Больше для дочери, а может, у меня сейчас волосы в скором времени полезут, да? Раньше, в нашем детстве, да, бабушки, мамы нам заваривали лопух, корень лопуха. Это именно корень здесь лопуха, я читала. И волосы становились гуще, да, становились сильнее, поэтому решила попробовать. Здесь 50 миллилитров, удобный формат спрея. Натуральная цветочная вода, гидролат, корни лопуха. Источник витаминов А, Б, Е, П и С. Полезные микроэлементы тра-та-та-та-та-та-та. Незаменимое средство ухода за волосами. Укрепляет стержни, луковица волос, придает волосам гладкость, объем и блеск. Для профилактики облысения. Успокаивает, смягчает кожу еще после загара и после бритья. Вот такой вот интересный продукт. Давайте понюхаем. Ничем не пахнет вообще. Вообще ничем. Здорово. Будем на тебе испытания проводить, да? Да заснула там, да? Класс. Пока. Пока, да? Состав 100% гидролат, корня лопуха. Отличненько, вообще супер. Ну, в общем, будем все тестировать. Да. Да. И все вам потом расскажем. Сейчас будем собираться, забирать наконец-то свои посылочки. И вам все покажем. Обязательно вам все покажем. Да. Пока. Все, мы забрали заказ с сайта Акушерства. Смотрите, вот такие две погремушки я заказала. Больше заказывать не буду, потому что у нас столько игрушек, да, Купс? Да. Просто тьма, и погремушки остались. В общем, такая вот обычная. Ручки, которые хорошо держать. И вот такая вот, которую можно грызть. Вот здесь вот мягкая она. Вот. Дальше там я добирала до бесплатной доставки и заказала вот такой вот бодик. Кстати, очень классный. Такой симпатичненький, нежаркий, с ножками, что хорошо, и с ручками. А то что-то у меня все бодики без закрытия ручек. Это у нас специально этикетку не отрывала. Еще вам показать. Размер, по-моему, размер 20-56. Ну, вроде как самый маленький, но такой большой. Вот информация, если кому интересно. Вот сама горка. Они сейчас распространены, да? Много где на зоне, на Вайлберсе есть. Ну, вот в Вакушерстве самый дешевый, еще с промокодом 1500 с копейками. Вот такая вот горочка с ручками. Здесь прорезиненное дно, чтобы ванну, если что, не царапало. У нас, допустим, акриловая. Вот марка. И она, видите, мягкая. Она прям мягкая. Потому что я что-то вот смотрела обзоры на эту горку, и никто не показывал, что она вот такая вот действительно мягкая. Силиконовая такая, что ли, не знаю. Да, вот эта вот вставочка. И сюда кладется малышек. Поливаем его. И с кувшинчиком водичкой, да. И купаем. Я в таком бирюзовом цвете заказала, потому что не было. Была бирюзовая и голубая. Никаких острых краев, ничего здесь нет. Все гладко, все прекрасно. Как горшок, на горшок похож, да. Потому что у тебя был, по-моему, голубой горшок бирюзовый, да. С белым тоже. И есть вот такая вот петелечка, за которую можно ее вешать, допустим, на стену куда-то. Информация, кому интересно. Грин зеленый цвет. Размер. Страна производства Китая, естественно. Материал пластик. В общем, мне кажется, это удобнее, чем огромную такую ванночку брать. Здесь лежит и ножки вот так кверху. Практически как в... Как он называется-то, господи. Как в коконе. Кокон я брать не стала, я взяла гамак. Потом вам покажу, тоже сделаю отдельный обзор. Девчонки некоторые просили сумку в роддом показать и обзор нужных покупок. Вот так что такая горочка. Мы довольны. Прям очень мягенькая, тактильно, приятная. Вообще здорово. Ну что, предлагаю протестировать органик зон. Сначала хочу смыть макияж гидрофильным маслицем вот этим. Так. Встряхните флакон перед использованием. Нанесите масло сухими руками на сухое лицо. Видите, вот некоторые гидрофильные масла, они иногда бывают мокрыми руками. Иногда бывает на мокрое лицо, допустим, как масло фаберлик. Да, гидрофильное. Здесь сухими руками на сухое лицо. Сейчас будем пробовать. Текст. Текст. Бантик. Мой красивый, мой любимый, мой родной. И 30-60 секунд массируем. Уделяем проблемным участкам кожи, забитым расширенным пором, черным точку. В общем, там как следует смываем водой. Нигде не написано, что оно подходит для снятия макияжа. Но, в принципе, оно для этого и рассчитано, да? Давайте будем пробовать. Я опять ничего не буду видеть, но будете зато видеть вы. Так, начинаем с маслица. Вкусно пахнет. Еле уловимая душка, но вкусная. Налила на руки. Распределяю по рукам. Давайте сначала пройдусь по коже просто. По проблемным участкам, как нам написано, да? А потом... Уже глаза. Ой, аромат на коже раскрывается цитрусами. Классно. Приятненько. Эфирными маслами прям пахнет. Натуральная душка. Так. У меня на лице тона нет. У меня только консилер был. Вот где пигментные пятна. И все. Поэтому тут сильно очищать нечего. С гидрофильными маслами мне нравится еще массажик делать, девчонки. Пока на лице у вас какая-то скользкая субстанция, можно немножечко пройтись, размять мышцы лица. Ой, красота. Вообще. Я вам отдельное видео про массаж снимала. По-моему, даже не одно, уже два точно есть на канале. Но иногда лень, иногда забываешь. А когда на лице масло, прям грех не сделать. Так, прошлись проблемные зоны, все прошлись. Теперь на глазки буду делать. А вы смотрите. Потом расскажете мне, что там происходило. Так, не сильно много взяла на пальцы. И вот так вот. Ой, я чувствую, как тушь кусками сходит. Это тушь Фаберлик, новая, да, которая пушап. Все-таки, что хочу сказать. Лучший мисс Керл. Я еще в Фаберлик ничего не нашла. Не делает она все равно такого эффекта. Она неплохая. Неплохая. Среднячок такой. Дешевый среднячок, я бы сказала. Кусками отваливается. И после нее, кстати, я ее уже несколько раз смывала мицеллярной водой. Прям эффект панды. Наверное, сейчас то же самое. Прям вообще чернота. Обычно мне хватает два ватных диска с мицелляркой, чтобы смыть всю косметику с лица, да. Ну и потом, соответственно, еще там пенка или еще что-то смыть мицеллярку с лица. А тут четыре. Какая-то она вот такая вот ядреная. Так, все. Я чувствую прям куски этой туши. Мне хочется смыть. Я смываю. Красота страшная сила. Тушь не смывает. Поэтому сейчас будет второй заход. Но все-таки, наверное, не для снятия макияжа, да, а для очищения кожи. Глазки мы должны с вами предварительно смыть мицелляркой. Ой, вообще. Легкое очищающее. Легкое очищающее средство при контакте с водой превращается в молочко. Да, сейчас, когда я смывала водой, что-то такое было. Но хочу сказать, вот кожа невероятно мягкая. Сейчас будем добивать. Если не смоет все-таки тушь, то смоем мицелляркой. Но тушь это вообще агрессор и гряднее. После нее и с мицелляркой жесть какая-то вокруг глаз. От Miss Curl все очень деликатно сходит. Но особенно от коричневой вообще никаких проблем. Но вот сейчас уже лучше. В принципе, все отлично. Со второго раза тушь смылась. Это гадкое. Так. По факту, лицо увлажненное. Очень-очень мягкое. Поры чистые. Поры чистые. Она вроде и очищена до скрипа, но в то же время от масла вот эта вот мягкость невероятная. Прям хочется прикасаться. Прям бархат. Вообще здорово. Очень классно. Мне нравится. Прям вот даже умылся. И крем никакой не требуется. Ни тоник, ничего. Невероятно. Такой нежненький-нежненький личик. Знаете, такой как попка младенца. Прям вообще супер. Понравилось очень. Маслица зачет. А глазки надо, конечно, все-таки мицелляркой смывать. Дальше будем пенку с вами использовать, потому что нам нужно все-таки мицеллярную... Какую мицеллярную? Гидрофильное масло с лица смывать. Все равно это масло. Да? Пенка для умывания для нормальной кожи. С экстрактом ромашки и мать-и-мачехи. Вот отличненько. Отличненько мы с вами уже все смотрели, изучали. Состав тут потрясающий. Тозатор классный. Я впервые беру пенку Organic Zone, но слышала на нее уже много положительных отзывов. Два нажатия. Тоже цитрусовыми пахнет. Тут экстракт ромашки и мать-и-мачехи. Эфирные цитрусовые масла. А здесь масло абрикосовой косточки, виноградной косточки. Ромашка, мать-и-мачеха, витамин Е, эфирное масло апельсина. Вот. Лаванда и лимонграсса. Составы потрясающие. Ой, класс. Ладушка очень приятная. И пенка такая, знаете, мелкодисперсная, такая меленькая. Приятненькая. Не всегда такую вот пенку встретишь. У некоторых производителей она выдает, знаете, какую-то крупную пену. У некоторых такую вот миленькую. Но разница чувствуется, она очень нежненькая. Пенкой доочищаем наше с вами лицо. Чуть-чуть помассируем. Ой, классно, такая нежненькая. Супер вообще. И смываем. Я вот эту пенку с таким составом, такую нежненькую, смело отдаю прям умываться дочери. Ну, сама, конечно, буду, потому что очень приятно. Сейчас уже масло гидрофильное смылось, да, и кожа более подсушенная, что ли, да. Ну, прям чистая совсем, совсем чистая. Не пересушенная. Нет такого вот, что прям бегу наносить что-то, да. Не пересушенная, мягенькая. Все. Все отлично и чистая. Прям здорово. Понравилась. Пенка классная, зачет, девчонки, вообще прям. Пенка обалденная. Сколько у меня их разных было. Очень понравилась. Так, и дальше из детокс-серии мы с вами сделаем мягкий полирующий скрабик для лица. Отполируем чуть-чуть еще наши недостатки. С маслом ши, зародышей пшеницы. На очищенную кожу лица нанести крем-скраб легкими круговыми движениями, помассировать, смыть прохладной водой. Так, отлично. Смотрим. Ой. Ой, как много. Ну, я вам уже говорила, да, что это что-то такое, типа гамажика, мелкие частички. Ну, сказать, что травмируют. Нет, не скажу. Они, конечно, ощущаются, но не сказать, что травмируют. Для чувствительной кожи, да, подойдет. Для чувствительной подойдет. Вполне. И знаете, такая основа кремовая. То есть, я ощущаю ее на лице, она такая достаточно питательная. Мне кажется, сейчас после такого скрабика лицо прям будет напитанное, увлажненное. Ну, мне так кажется. Так, посмотрим. Так вот продукт прям питательный. Питательный, как будто вы нанесли хороший питательный крем с частичками. И частички постепенно, они, такое ощущение, как будто растворяются. Их становится меньше и меньше, и они практически не ощущаются под руками. Здорово. Деликатный достаточно продукт, и в то же время, мне кажется, он прям такой питательный. Можно тоже массажик поделать. Уже почти не чувствую частичек на лице. Практически. И вот сам крем-скраб. Крем-скраб, он поэтому так и называется, да? Он впитывается потихоньку в лицо. Здорово. Так, ну все, смываем. Ну, классно. Слушайте, элемент питания действительно есть. Если после некоторых скрабиков хочется прям увлажнить чем-то, здесь нет, прям все нормальненько. Видите, даже она слегка вот лоснится от напитанности, что ли. Здорово. Такое хорошее, прям качественное трехэтапное очищение получилось. Поры очень чистые. Лицо отполировано. Нас даже блестит, заполировался слегка и лоб. Подбородок, да? То есть мы отшелушили все частички с вами, очистили все поры. Прям красота. Достойный, очень достойный вечерний уход. На утренний, конечно, все то же самое можно делать и без скраба. Только без скраба, да? Теперь нам нужно протонизироваться. У меня это сыворотка. Тоник. Софнер Биоглоу. С витамином С. И сейчас пока на постоянной основе наношу, девчонки, крем. Айсиул. И мне кажется, они все-таки от него посветлее становятся. Девочки мне писали, кому-то убрал пигментные пятна этот крем, кому-то высветлил. И мне кажется, они все-таки стали с ним посветлее. Я, правда, недолго его использую. Совсем недолго. Дни 6, получается, дней 5. На утренний, на вечерний основе я его использую. И мне кажется, они вот светлеют чуть-чуть. Посмотрим. Посмотрим еще хотя бы недельку. Применяю, чтобы уже полноценный отзыв вам тогда в Инстаграм напишу. Примешла кремушку, у меня в зале стоит. И вы знаете, сейчас вот тепло сегодня было, и он у меня был как дневной крем. Вообще не утяжеляет. Никакой жирности от него нет. Совершенно. Достаточное количество. Причем наношу на лицо. Моя кожа его съедает. Девочки, многие писали, вы, мои хорошие, что прям по 3 банки подряд расходуете, не можете кремушку нарадоваться. Мне он тоже зашел, действительно зашел, понравился, прям вот нравится. Мне кажется, он слегка вот их высветляет. Ну, будем смотреть дальше. На декольте я наношу крема, который мне не подходит для лица. В основном питательный сейчас. Пепплас. Очень тяжеленький. Не жалею прям. Все равно стоят. Без дела. Все, что не подходит к лицу, все используем с вами на тело. Вот так, красота. Так, ну и все, девчонки, буду этот влог заканчивать. Ссылочки на органик зон, на каждый продукт, на сайт и на их инстаграм, оставляю под видео. Мне очень нравится их уходовая косметика. Она действительно стоит. Своих денег можно по распродажам взять на Валберс, на Зондавайт. А если я была вам интересна и полезна, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Я вас очень всех люблю. Целую. Всем пока-пока.